Дагестан 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 урегулирование. Дагестан дополнительно получит более 16 миллионов рублей на продолжение мероприятий по экологической реабилитации озера Аджи Папас в Кайкенском районе. Распоряжение о выделении средств на эти цели ранее подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Общий объем финансирования свыше 73 миллионов рублей. Завершение работ предусмотрено в 2024 году. Напомним, по поручению главы региона Сергея Меликова в прошлом году была образована особо охраняемая зона Папас. Ученики Камбулацкой школы в Бабайуртовском районе республики вынуждены преодолевать километры дорог пешком на пути к знаниям. И это при том, что в введении учебной организации имеется новый современный автобус для перевозки детей. Все дело в том, что решение проблемы упирается в одну маленькую отсутствующую деталь. Тахограф. Подробности в нашем сюжете. Сколько у вас уходит времени? У нас три часа. Три часа на дорогу? Да. Три километра до школы и три километра обратно. Столько расстояния приходится преодолевать восьмилетнему Мухтару каждый день. В дождь, стужу и иногда вдоль федеральной трассы. Ипотик к знаниям для учащихся Камбулацкой школы оказался длинным и тернистым. В школе двое внуков. Я каждый день переживаю за этих внуков, потому что они идут пешком. Федеральная трасса. Я пока они домой придут, мне папы нет. Переживаете? Да. Очень переживаю за этих внуков. Здесь обучаются более двухсот детей. Школа компактная, не все помещаются. Поэтому дети учатся в две смены, из-за чего некоторым школьникам приходится возвращаться по опасной дороге и в темное время суток. Конечно, так же холодно и болеет. Вот уже не второй день девочка болеет дома. Через день мокрые проходят. Оба эпилептики, но младшие у меня девочки, через день приступы бывают. Я больше за нее переживаю. Если рядом никого нет, то секунды ей хватает, чтобы ее не было на этом свете. Более двух лет назад школа получила на баланс этот автобус. Новый, современный, вместительный. Но вот толку никакого сетуют родители учеников. Транспорт запрещен к эксплуатации. Причина – отсутствует тахограф. Если прибор не установлен, перевозка детей на таком транспорте противозаконна. Но устройство фиксирует превышение скорости, изменение маршрута, в общем, все нарушения, которые так или иначе могут влиять на безопасность пассажиров. Мы с многими проблемами в данном вопросе сталкивались разное время. То не было школьного автобуса, то водителей не хватает, потому что зарплата низкая, то ГСМ отсутствует. То есть разные причины. Но сегодня мы столкнулись с совершенно новой и неожиданной для нас причиной отсутствует тахографа. Ну, это, наверное, скорее всего говорит о том, что автобусы недооборудованы под школьные нужды. Раз столь нужный прибор, и уже два года, как нам сообщают в школе, не могут добиться установки тахографа. Цена вопроса всего-то 50 тысяч рублей. Но найти деньги, по всей видимости, оказалось задачей не из легких. В Министерстве же образования нас заверили, что в курсе проблемы. Пояснили, идет работа по изысканию необходимого объема средств для оплаты оборудования. Но вот сколько времени образовательному ведомству понадобится для того, чтобы изыскать в своем бюджете такую неподемную сумму, не уточнили. Ватимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Бабаюльтовский район. Занятия будут проходить в местной администрации. Именно таким образом власти решили обеспечить безопасность учащихся аварийной школы поселка Шамилькала. Для комфортного образовательного процесса необходимо обустроить кабинеты на двух этажах и обеспечить помещение бесперебойным отоплением. Крайный срок подготовки – 9 января 2024 года. Такое распоряжение дал на месте председатель правительства республики, который побывал накануне в Унцукульском районе по поручению главы Дагестана. В здании администрации ученики младшего класса будут размещены в универсальном корпусе, расположенном в отдельности от основного районного здания. Питание будет организовано через аутсовский. Но это самый лучший вариант. Мы приходим к такому мнению, что вот это, куда мы зашли, двухэтажное здание, где начальный класс учится, кроме этого, остальное все должно быть исключено из оборота. Также вы должны уже 20-го числа начать, крайний срок, 20-го числа начать и 20 дней там ремонт делать вам достаточно будет. Два этапа. Хотите, три этапа сделайте. Я не строитель, но я говорю, стратегически как должно быть. Образовательный процесс прерывать нельзя. Это категорически ни в коем случае. Немногие знают о том, что гуманитарные грузы, которые перевозят для жителей сектора газа из разных уголков мира, сложно довести до нуждающихся. Сотрудники благотворительных фондов порой проводят сутки непосредственно на границе и пунктах пропуска соседних государств, чтобы помочь людям. Эти и другие вопросы обсудили накануне участники программы «Важности» на площадке газеты «Ас-Салам». Среди приглашенных в студию беженец из Палестины, врач, которым вместе с детьми удалось вырваться из зоны боевых событий и приехать в Дагестан. После того, как мы договорились с руководителями «Красного полумесяца», нам назначают деньги, направляют на склад, куда мы должны будем сдать всю эту продукцию. Это надо по конкретным датам с водителем, с фирмой, где мы закупаем. Просто в логистике просто. Да, вот эти все моменты надо очень правильно организовать. Если что-то здесь не получается, то все срывается. То есть, если ты не успел в тот день довести этот груз до этого склада, то ты можешь простоять там несколько дней. Сейчас мы вплотную подходим к самому сектору газа. И, наверное, здесь все правильно будет адресовать этот вопрос нашему гостю, Амад. Скажите, пожалуйста, нам, расскажите, нам и нашим зрителям, о самом секторе газа, о том, какая там ситуация, и в том числе и гуманитарная вообще, с чем сталкиваются люди, на что у них есть запрос, на что есть, в чем есть нужда. Ну, сектор газа, как вы знаете, это не очень большой город, но площадью 360 квадратных километров. С западной стороны он ограничивается Средиземлемым морем, и с востоком, и с севером это граница с так называемой Израилем. Я не буду называть ее Израилем, потому что это всего лишь военная база для оккупационных стран, ну, хотите, как хотите, называйте. С юга Египта у нас население около 2 миллиона человек, немало, даже, может, и больше чуть-чуть. Сектор газа находится под блокадой уже больше 14 лет. Более подробную версию программы важности можно посмотреть на YouTube-канале газеты «Ассалам». Председатель Совета имамов Карабудахкенского района обратился с призывом к жителям района с просьбой принять участие в акции «Продукты в каждый дом». Напомним, она проходит по всем районам Дагестана, в каждом из них ответственные за это имамы собирают списки нуждающихся, агитируя жителей помогать малоимущим семьям. Помощь продуктовой получат тысячи семей, нуждающихся в нашем районе. Стоимость одного продуктового набора – 1500 рублей, в которую будут входить продукты первой необходимости. Целью данной акции является еще раз посетить наших подопечных, узнать об их положении, может кто-то нуждается в тепле, в теплой одежде, а может кто-то заболел. Призываем всех принять самое активное участие в этой благотворительной акции. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь на ННТ. С вами была Патима Тханапова. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова